Всем привет, с вами я, Ван Грешник, и мы продолжаем играть в падение вампиров. Ну что ж, мы в предыдущей части закончили исследование половины из Тхэвена. Вот начальная его половина, осталась вторая половина. Не знаю, не знаю, изготовитель зелий? Что? Помощь изготовителя? О! А вот и новое задание. Я вот что думаю, мне не дает покоя подземелье. Давай попробуем пройти все-таки его. Я, конечно, понимаю, что это закончится, скорее всего, провалом, но... Давай попробуем. Да я прям выделю эту серию под подземелья. Не знаю, как ты. Все равно, рано или поздно нам придется это делать. Но я считаю, что попробовать стоит. Я думаю, мы пройдем. Вот я тебе серьезно говорю, я думаю, что у нас удастся пройти. Так, мне говорили, качай то ли неистовство, то ли еще что-то. О каком неистовстве речь? Что? Неистовство, неистовство... Что это? В комментариях говорят, качай неистовство пригодится. Что за неистовство? Попробуй найди, как говорится. Какое неистовство? Какое неистовство? Нет, тут ничего не... Ничего нету, никакого неистовства. Заточка, укус, укрепление, трещина, окаменение, заклятие. Не знаю, ничего такого нет. Ни хрена, как много летучие мыши дамажат. 467 урона на 5 ходов, будучи непрокаченными, прикинь. Удар в спину. Дополнительный удар, но не больше 5 ударов. Слушайте, может качать удар в спину? Ну типа очки куда-то тратить надо, давай потратим сюда. Максимум тем более. 67 процентов. Но неплохо, пусть будет. Так, раздел подземелий. Да. Могила падшего. Давайте попробуем. Хотя подожди, есть рожденные с кровью. Что из себя представляет? Давай попробуем сначала в рожденные с кровью сходить. Подожди, можно сходить же в нее? Вот я нажимаю, а она меня не пускает. Видимо, рожденные с кровью это подземелье какое-то специальное, которое доступно в ограниченное время, да? Когда идет края луна. Края луны сейчас нет. Поэтому идем в это тяжелое подземелье. В прошлый раз мы кинули молот. Это была наша ошибка, давай попробуем. Вот сразу же первый враг, все будет ясно. В прошлый раз мы кинули молот в этого врага с самого начала, и на этом проиграли. Сейчас мы попробуем отсрочить это. Попробуем также набить трещины. Действовать... А, нихрена мы не попробуем. Нет, давай сразу атаковать. Это глупо. Глупо набивать трещины тут стоять. Шанс уклонения от атаки. Так, удар, 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 удар. Три удара, как раз три заточки. Самое оно. Так оно в разы эффективнее, в разы быстрее и проще. Как только он начнет восстанавливать все здоровье, или куда-то идти в ту сторону, мы вырубаем его. С другой стороны мы не можем восстановить себе здоровье. Это тоже... Слушай, проблема огромная. Я вот об этом не подумал. Мы же не можем восстановить себе здоровье. Вот это проблемка. А хотя, подожди, от ударов-то восстанавливаю. Хотя не так сильно. 601 было. Сколько восстановит? Охреново восстановило. Молодец. Блок бы почаще еще ставил. Ай, да. Ну это просто охренеть. Не-не-не, вы че, куда нам? Да, еще и уклоны. Эти враги слишком сильны для нас. Я его, конечно, выиграю, но... Какой ценой? Ни хрена себе я его выиграл. Ха-ха-ха. Это что такое было, блядь? Я не понял. Ты как выжил? Сколько у него брони? Почему он 1500 получил? Ну это все, это ГГ. Причем не ему, а нам. Тройной удар сейчас будет, да? Да. Не тройной, а простой. Я подумал, молот его прибьет. Нет, хорошо, понятно. Мы не пройдем-то подземелье. Я не подумал о восстановлении здоровья. 20 кровавых камней улетают в никуда. Ну ладно, ничего страшного. Ничего страшного в этом нет, я думаю. Все равно хотелось бы, конечно, выбить что-нибудь еще из подземелья. Странно, что недоступно. Вот эта кровавая, рожденная из крови. Пойти еще раз в руины в туннели из Тхевена. Но туннели из Тхевена... Нет, куда ты идешь-то? Туннели из Тхевена слишком большое, долгое подземелье. Поэтому давайте пойдем, наверное, по заданиям. По заданиям и по бестиям. Я бы пошел, на самом деле, поискал Триобивни. А кто здесь-то? Я не понимаю, что за начало. С кем поговорить надо. Стражников обидеть? А, да, точно. Я бы пошел, победил Триобивни. Триобивни находятся в Борвуде. Еще сказали, от озера Ниссисклейк. Или какое-то там. Надо идти куда-то, где есть поле битвы. Про которое тут подсказывал нам герой прошлой серии. И там что-то будет. Непонятно что, но там что-то будет. Ну, давайте сходим тоже туда. Знать бы точно, куда точно. Так, флакон не будем подбирать. Да, все равно уйти. Нам флакон не нужен. Тейк, тейк. Поставить кровавые камни. Кровавые камни взять. Некуда, да. Ну и хорошо. Так, озеро. Ниссис. Или что-то. Исис Клейк. Хантер Слейк. Может с Хантер Слейка имелось ввиду. С Хантер. Подожди, я открою. Подожди, давай я прям сейчас. Прям при тебе беру. Вот прям при тебе беру. И открываю. Открываю Ютьюб. Открываю канал свой. По-моему. Хантер Слейк. Про Хантер Слейк говорилось. Не факт, но сейчас проверим. Жилище Мезерс. Нам надо бы еще крыс забирать для дерева. Вопрос что? Таверна Кахалс Крик. Может быть у этого озера, где ферма Уэй. Но не факт. Так, открой пожалуйста мне мой канал. Так, так, так. Нет, это не то. Вот мой канал. И что-то такое. Кстати, поздравляю. 208 подписчиков на канале. Ни хрена. Ни хрена. Поздравляю, поздравляю в комментариях. Молодцы мы все молодцы с тобой. Так, 23 просмотра. Что это? Вот это? Ист Хевен, да? Да, Ист Хевен и его жители. Ну, вампиров, конечно, смотрят мало. Да, вампиров смотрят мало. Вампиры смотрят намного меньше, чем Гримсоус. Так, вот комментарии открываю. Комментарии. Так, поле битвы. Есть оно возле озера Нисос Клейк, пишет Максим. Нисос Лейк. Бля, где Нисос Лейк? Непонятно. Так, озеро Нисос Лейк. Ээээ. Там никакой нет бестии, советую там побегать. Я понимаю, что там нет никакой бестии. А где, ага? А, вот оно, Нисос Лейк. Озеро Нисос Лейк. Подожди, куда бежать-то? Оно возле озера Нисос Лейк. Ну, пошли побежим. Я вот нашел, да, озеро Нисос Лейк. Вот оно. Ну, пошли побежим, посмотрим, что там есть. Ну, чисто из интереса глянем. Вот оно озеро. Мы там не были еще как раз. Судя по всему, поэтому я и не знаю про это озеро. Заодно там внизу задания какие-то у нас есть. На помощь травнику. Для получения зелия летучей мыши. Подожди, у меня хилка вроде одна есть. Давай-ка я две хилки выпью. Да выпей ты ее. Хорошо. Вот это возьму. Вот это возьму. Так, давай сначала зайдем направо, наверное. Помощь изготовителю зелий. Там же кладбище. И там есть еще одна бестия. Ее надо забрать. Не знаю, мне хочется сначала забрать бестия, а потом идти по сюжету. Потому что, ну, так как-то удобнее будет. По крайней мере, мне так кажется. Так, а, дерево с летучими мышами. Несколько волосатых летучих мышей висят на дереве. Взять одну. Летучая мышь выглядит потрясенной. Так, и туда надо идти, да? В сторону озера. Ну, как раз через кладбище пройдем. Может быть, на кладбище у нас сагрится бестия. Вопрос еще вот в чем. Доступно ли это бестия? Ну, по идее, раз мне дали подсказку в городе Истхевен, то здорово. Так, скучая по старым временам, тогда все казалось проще. Где тут ходить, чтобы напала эта бестия? Вопрос хороший. А, вот она. Слуга Стикса, да. Про него и говорили как раз местные жители. Про слугу Стикса в Истхевне. Неожиданно быстро, хорошо. Ладно, неожиданно быстро. Так, ну, простыми ударами давайте забьем. Чего же там? По 500, конечно, мало, но... Уклоняется. Так, ладно, хорошо, твоя сдела. Давай вот так. Давай вот так. Вот так. Оно в одну комбинацию плюс-минус влазит, поэтому пофиг. Ну, один раз на тысячу ударил, второй раз уже без заточки. Ну, точнее, третий раз уже без заточки на 490. Ну, фуфло, удар, фуфло, бросок. Хватит? Не хватило. Давай без восстановления здоровья, хорошо? Давай вот так. Ну, как бы да. Ну, тоже не сложный. Это враги прошедшие. Уже понимаешь, по 5000 здоровья они для нас не проблемны. Но уровнем нас наградили. Сложенные сапоги, плащ Стикса, изящные штаны нам дали. Неплохо. Трофей Стикса разблокирован, но главное умение. Так, крит урон я вкачал. Это потом 5% урона, когда здоровье ниже 20%, я бы тоже вкачал. Но что-то я хотел качать поважнее. Так, фокус, по-моему, нам надо бы. Но я бы сделал еще и броню. Потому что броня, как бы да, как бы нужна. Как бы нужно все. И качать тут что-то по мелочи. Шанс крита пора бустить. Пока не хватает урона, правильно? Да, бустим урона. Шанс крита, давай открываем. Больше шанса крита. Что нам выпало по предметам? Что выпало? Давай, сапоги. Сапоги такие же. Да? Да, сапоги один в один. Плащ Стикса. Броня 35, 15 тысяч стоит. Уже рвет в разы плащ Ксахсана. Способность управления. То же самое. То есть дает максимальная грузоподъемность. И уклонение. Но убирает восстановление фокуса. Вот опять же, восстановление фокуса. То, что убирает, это плохо. Грузоподъемность это шикарно. Уклонение шикарно. И способности. Ну, хотя на способности нам насрать. Но все равно неплохо. Но я его не буду одевать пока. Давайте тогда со следующего уровня будем просто качать себе восстановление фокуса. И после того, как мы вкачаем восстановление фокуса, будем брать другие плащи. Этот просто выкинем. И все. Просто если сейчас переодеть этот плащ, будет очень непривычно. О, здорово. Риддл из Enigma. Путник, если ответишь правильно на мою загадку, награжден ты будешь. Ответишь неправильно, познаешь силу моего меча. Ну что, осмелишься рискнуть? Конечно. Мы, кстати, ни разу еще в загадках не ошиблись, по-моему. Как называется рынок, где продают редкие вещи? Подожди. Вествуд. Вествуд это не рынок. Вудленд. Есть рынок Вудленд. Я знаю только рынок Вудленд. Да, правильно. Разжигают костер для тебя. Когда найдешь всех пятерых из нас, разгадаешь наши загадки, направляйся к мастеру Риддлу. Да, мы знаем, где он находится. В Вестхевене. Он живет сразу к северу от церкви. Вопрос вот в чем. А, скольких мы разгадали? По-моему, троих, да? То есть, один был у Руин Индезии, у Ессель Дейла. Один был где-то, я хрен знает где. Один здесь. И еще двое осталось. Ну, найдем как найдем, не знаю. Посмотрим. Так, давай сначала пойдем сделаем задание травника. Или кто он там? Потом уже пойдем ниже. Так, вход в катакомбы бестий. Что сделать-то надо здесь? А, вот оно. Запресневелый мох. Кусок запресневелого мха взять. Отвратительная вонь, напоминающая потные ноги старика, поступает к твоему носу. Фу. Фу. Фу, отвратительно. Что это за хрень? Куда мы пришли? Бог диких бестий. Бог бестий стражников. Бог бестий. Что это такое? Я не могу с ним разговаривать. Хорошо. С тобой могу? Тишина. Окей. Какие-то костры зажжены. Тоже тишина. Ну... Скорее всего, раз это бога каких-то бестий, наверное, надо... Ну вот я по кострам догадался. Мне кажется, что здесь нужно слить определенное число каких-то бестий определенного типа. И откроется сражение с богом, да, бестий? Что-то такое, наверное. Ну... Просто... Вот видишь, костры как-то нелогично разжжены, да? Вот тут раз, два, три, четыре, пять. Пять костров. И три не зажжено. Тут шесть зажжено. Два не зажжено. И как-то они так зажжены в неправильном порядке. Я так понимаю, те, которые мы зажгли, это те, которые поверженные бестии. Правильно? Напишите в комментариях. Если я угадал, это будет охрененно. Так, ниже, пошли ниже. Опять же, ищем битву Нисас Клейк. Или кто... Кто какой, как там он называется? Да, Нисас Клейк. Просто, просто вниз. Просто поехали вниз. Это что, это камни? А, это грибы. Ну, ладно. Какая-то битва. Одержимые солдат чернокнижника. Зачем мне с ним драться, если я могу сделать вот так? Опять же, непонятно. Все, побежали дальше. Ох, ты кто? Иегемс. Эй, ты хочешь прикупить немного неиграбельных коробок? Дерьмо, больше нельзя их так называть. Хочешь прикупить немного трофейных бочонков? Да, трофейных бочонков. Хочешь? А, награбленных коробок, он написал. Конечно, 10 золотых. Отлично. Давай откроем украден... В смысле, трофейный бочонок. О, он пуст. В следующий раз повезет. Давай три раза попробуем. Это наедалово, да? Я так понимаю. Да, это скорее всего наедалово полное. А может 10 раз? Ну, не так много жрет золота. Здесь золото. Еще раз. Это пятый раз, если что. Я 10 раз открою, мне как бы золото не жалко. Вдруг достижение какое-то дадут. Ну, типа, достижение должно дать, да? За 10 штук. Я сбился со счета сколько-то раз. Ну, это наедалово. Это идиоту, понятно, как бы. Он это в контексте и говорит. 8 550 золота так и оставим. По-моему, даже золото не тратилось, нет? Или тратилось? Я просто не заметил. Ну, где тут поле битвы? Я правильно иду? Зверискатель. Ну, ищи дальше. Ну, ищи дальше. Ну и ладно. Удачи тебе в поиск, зверискатель. Я думаю, мы тебя увидим в какой-нибудь серии. Но явно не в этой. Так, это что за черная жижа? Просто черная жижа. И как бы все. Просто пустота. Просто озеро и пустота, да? Серьезно? Наверное, надо было с той стороны бежать, правильно? Скорее всего. Мне кажется, я не по той стороне побежал. Что тут может быть? Горный бандит. Ну, удачи тебе. Ну, какой смысл с ними заражаться? Ну, серьезно. Это враги, которых мы уже прошли не раз. Опыт? Ну, опыт с них падает. А, вот походу. Выход снижен из клейка. Вот, походу, битва, да. И что я должен тут найти? Вот я бегаю. Подготовка к битве. Крыса-монстр. Но вот это неплохой враг. Нам он для задания нужен. Тем более, с одного удара мы его урубаем. Неплохо. Сколько нам там уже крыс надо? Я даже в задании не посмотрел. Можно на них фармить опыт. Но не хочу. Может быть, здесь должен быть кто-то. Давай попробуем пройти вглубь горы. О, здорово! Я не заметил изначально. Это место силы, наконец-то. Мы давно не находили его. Это вы про это мне говорили? Вот, ради этого я должен был. Вечный страж. Ну, до свидания. Ради этого я должен был сюда прийти, правильно? Типа, раз тут нет бестии, но там что-то интересное есть. Видимо, судя по всему, на это и намекали. Что тут может быть еще? Так, трофеев нет. Разблокировано. А, это и была сила, серьезно. Что за сила? Беги на восемь процентов быстрее. Ну, в принципе, да, пригодится. Хотя это не так сильно ощущается, но... Ну ладно, пусть будет. Почему нет? Правда, здоровье или драконлинги выглядит куда интереснее, чем бег. Опять крыса, опять крыса. Ну ладно, неплохо. Я бы себе в подземелье доспехи еще выбил, но не хочется так проходить. Это подземелье, оно такое долгое. Вот, которое предпоследнее, которое легкое. Ну, плюс оно легкое, тоже не хочется, поэтому будем дальше... Да, похрен на эти трофеи. Даже подбирать не хочу. Таверна Кахлскрейг по той стороне может пробежать. Давай пробежимся по той стороне озера, раз мы сюда пришли. О, золотой сундук. Ну, типа, посмотрим, где-то там что-то интересное или персонаж какой-то. Ну, не знали. Мы пришли сюда ради места силы, ради способности на 8% бега. Такое себе. Ну, есть и есть. Не сильно значимая способность. Как бы она погода нам не делает. Ну, вот сундук с золотом. Ну, два сундука с золотом подобрали. 150 золотых монет. Сказать, что мы здесь встретили... О, здорово, вот кто? Дороговец с оружием. А тут не на что смотреть. Так, а можно с тобой поговорить? Тут не на что смотреть. А ты? Тут не на что смотреть. И что мне с ними делать? Это он не у них бочонки-то спер... Это он не у них бочонки-то спер, нет? Похоже, что у них, мне кажется. Ага. Горный тролль. Но вот этого врага можно побить, потому что непонятно, что здесь делает горный тролль. Возможно, это какой-то редкий враг, с которого, может, что-то выпадет или связанное с каким-то зданием, о котором я забыл или не знаю. Но я сливану на всякий случай. Почему нет? Просто на дорогах что-то горных троллей я не припомню, поэтому... пусть будет. Мне... Мне не сложно, опять же... Слил и слил. Что ж такого? Ни хрена тут нет, не знаю, пустое место. Как же много пустых встреч с врагами. Да и непонятно. Написали, что чернокнижник имеет власть везде, просто в Эстхэвене он остановился, типа. Или останавливался. Что-то такое. Ну, пожалуйста. Как бы, я не против. Но власть-то он будет иметь недолго, правильно? Потому что мы, как бы, его преследуем. Явно найдем способ победить чернокнижника. Наверное. Кто же его знает? Так, мы с тобой разговаривали уже. Да-да, Риддл из Энигмы. Это могила принадлежит слуге Стикса, сборщику душ. Ага. Ясно, теперь понятно. Вот так мы и должны были его найти. Так, а это что за подземелье? Подожди, мы его открывали? Нет? Что это такое? По-моему, мы не трогали это подземелье. Ну-ка. Так, уйди, пожалуйста. Если бы я их сбивался на удара, то ладно. Но так как требуется два, я не хочу. Так, это могилы падшего, получается. Получается так. Крайне грустно. Крайне грустно. Так, еще кто? Знаете, я вот что предлагаю. Раз мы сегодня пошли не по заданиям, давайте пойдем в Делфи. И пойдем в Борвуд. Пойдем в Борвуд, попробуем найти эти три убивней. Посмотрим, где они там находятся, что с ними не так. Если не найдем, то не найдем, просто порошастаем там, да и все. Так. Хвала Солнцу, хорошо. Хрум, хрум, хрум. А вот и Солнце. Так, а ты что говоришь? Солнце светит и погодка радует. Ну и мы им помогли. Как мне хотелось погулять в солнечном свете? Так, солнце же есть. Фермер, здравствуй, солнышко. Я, кстати, оказывается багнул нечаянно. Я нечаянно багнул эту локацию, как мне написал в комментариях подписчик. Короче говоря, когда я пришел, тут был туман, типа, и дождь. А я сразу ушел с этой локации, и туман и дождь закончился мгновенно. Ну, я не специально, кто же знал. Кто же об этом знал, я как бы вообще ни разу не намеренно. Ну, такое тоже бывает, видишь. Так, а это ты не тот, кто нам нужен. Тролль из Борвода? Ну вот и оставайся живи. Я отпускаю тебя, тролль из Борвода. Иди своей дорогой, сталкер. Иди мирным. Иди мирным своим путем. Тут пьяный лесник был, которого мы потеряли. Это дождевой камень. Если бы я был три убивни, где бы я обитал? Хрен его знает, на самом деле. Ржав... А, это ржавые кабаны здесь точно. По заданию они были. Здесь ржавые кабаны. Вопрос, где три убивни? Ну, если... Говорили, что в Борводе, то значит, вот где-то здесь правильно под надписью. Я не думаю, что куда-то надо специальное место бежать, чтобы их найти. Или, может, три убивни это продолжение бестии дерева? Может же быть такое? Типа, ты вот собрал 20 крыс, и тебе надо сразиться с три убивней, чтобы, предположим, забрать дерево. Ну, чисто теоретически, например. Если предположить. Но просто если на других бестии указывали какие-то отсылки в городах, да? То здесь просто говорили, что... О! Три убивни в Борводе. Я слышал, что три убивни в Борводе. Типа, в Борвод это лес. И попробуй найти здесь их. Может, какая-то конкретная часть леса нужна? Вот какие-то свечки. Может быть, у свечек надо сделать три круга, и появятся три убивни? Вот, раз. Нет, не появляются три убивни. Появляется драконлинг-хранитель. Здорово. Как-то оно у тебя не было. По-моему, это, который предметы носит. Нет? Я их никогда не запомню. Потому что они, опять же, не так часто выходят. Они не так часто появляются, чтобы запомнить, какой из них что несет. Блин, а молот прям аж чуть за границу экрана телефона не отлетел. И... Он принес нам... Хрень, я понял. Так, перекошенный доспех. Клык драка. И... Да. А если в обратную сторону, то выйдет без тебя. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. И семь. И восемь. И девять. И десять. И одиннадцать. И двенадцать. Уже двенадцать должны борвудских кабанов здесь быть, но их нет. Может, в обратную сторону. Может, я типа время отматываю. Типа, знаешь, до прихода по три убивни. Правильно? Правильно. Скорее всего, так оно и есть. Вот даже камень багуется. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Нету нихрена здесь никого. Не знаю. Не приходят ваши три убивни. Вот еще одна свечка. Может, тут раз, два, три. Нету. Раз. Два. Три. Тоже нихрена здесь нету. Может, надо стоять где-то посередине этого странного алтаря. Кабан из борвуды нафиг он нужен. Ну, типа кабан. Это тоже три убивни. Это три кабана получается или что это? Или три? Это кабан с тремя убивнями. Тоже куча. Ну, вот. Да, это дерево. Могучее дерево. От него свечки. Что я должен здесь найти? Кого? Куда мне? Вот просто так же шарах. Шарахаться по локации. Серьезно. Так же долго ждать у борвуда. Просто у Стикса понятно. Иди на кладбище. Кладбище, оно вон маленькое. Пришел на кладбище. Все. Вот он напал на тебя. В Каминграде с призраком тоже было понятно. Руины. Тут просто Борвуд лес. Все. Иди в лес. Ходи по лесу. То есть вот он появится под надписью Борвуд. Или весь лес Борвуда надо обхаживать. То есть масштабы поиска увеличились в разы, как бы. Или как бы похер. Может напасть в любом месте леса. Ну давай постоим вот здесь, где стоял дровосек-алкоголик. Может придет три убивней. А может придет дровосек-алкоголик. И мы отведем его к жене. Мужик в засаде вот какой-то пришел. Все, обратно в засаду уходит, мужик. Обратно, обратно в засаду ушел. Все. Пришел, ушел. Нормально. Быстро, быстро. Все, трофеев нет. Давайте подождем до следующего боя. Напишите следующий комментарий мне. Ну, для следующей серии. Вот здесь правильно я хожу, да? Вот здесь вот под надписью Борвуда ходите. Он появится просто так же, как и с другими бестиями. Надо подождать. Или где-то определенное место есть, куда надо переться. Потому что, ну, целый лес. Пожалуйста, целый лес. Вот. Слева направо. Ходи, ходи. Ищи их. Че? Где их нужно найти? Подсказок никаких нет. Просто где-то в Борвуде они есть. Все, что я помню, что мы читали, это только о том, что они обитают где-то в Борвуде. Просто мы здесь можем проходить целые два часа и как бы хрен бы с ним ничего не найдем. Это будет прикольно. Но это нам не нужно. Не хотелось бы тратить на это столько времени. Сейчас до следующего врага подождем. Если следующий враг так же простой противник, то мы просто возьмем, да и закончим на этом серию. Продолжим следующий. Как раз таки и продолжим. Ладно, давай, наверное, на этом заканчивать. С тобой был я, Ван Грешник. Подписывайся на мой канал, ставь лайк, не забывай про колокольчик. Чтобы не пропустить следующий видеоролик. Оказывается, прикинь, оказывается всего лишь 60% зрителей. Причем ладно бы тех, которые просто зашли, им контент не понравился, они продолжили там, да, пошли дальше. Нет, 60% зрителей смотрят мои видеоролики без подписки, понимаешь? Без подписки. Это просто ужас. Это просто осуждающие комментарии. Пиши, вот прям вот. Пиши, осуждаю тех, кто смотрит без подписки. Подписывайся на канал, нельзя так делать. Все, давай, пока.